Нас ждёт сегодня, чёрт-те-что! Хэллоуин! Начинается Несчастные Создания Несчастные Кому-то это же не нравится Вся эта Инсталляция подобная Ну тут всё как обычно Весело Весело Не знают люди, чего веселятся Надо было бы надвиняться Надо было бы и мне приобрести какой-то реквизит, но как говорил главный исполнитель роли Дракулы ещё в немом фильме Носферату Симфония Ужаса Макс Шек, я и так достаточно страшный Так что ничего не приобрела пока Гороба, проходите прямо в лапы к Дракуле Пока не страшно Пишут часто в интернете, что он здесь сидел в тюрьме Что он здесь жил Что здесь снимали фильм Дракула Но на самом деле То, что достоверно Он здесь Бывал, когда проходил этой дорогой через ущелье Брат Заходим в логово Сатанинское Тут сейчас всё перемешалось И реальность, и вымысел Вообще-то в хорошие времена Когда нечисть Находится в положенном ей месте В преисподней И не вылазит наружу То в этих помещениях были экспозиции Ну, они ещё частично сохранились Помещение, экспозиция, посвящённая королеве Марии Вот там вверху её спальня Можете заглянуть в спальню королевы Если очень интересно Можем и не заглядывать А идти с вами дальше Здесь всего 37 помещений Открыто 17 для осмотра И как писал Джонатан Харкер Герой романа Брэма Стокера в дневнике Он писал Двери, двери Они повсюду И все закрыты на огромные засовы Я понял, что я пленник этого замка И вот персонажи, которые намного интереснее Для нас сегодня Чем королева Мария Когда-то здесь была туалетная комната Ура! Сказка сегодня ожила Ура! Ура! Настоящий Микки Маус А причём этот Микки Маус? А он тоже какой-то Филет какой-то Микки Маус вроде положительный персонаж Я уже ничего не понимаю Но идёмте дальше Чем дальше, тем страшнее Здесь когда-то была Часовня Гарнизонная Ой Хуа Ю Хуа Ю А? А? Привет Вы можете поговорить Со сказочным персонажем Можешь Подойти Поздороваться Пофотографироваться Ооо Как здорово Посмотрите Стол накрыт Для трапезы В бокалах По-моему Уже налита Какая-то темная Жидкое сало Уже кто-то тут Попивает Эту алую жидкость Из бутылочек Джонатан Харкер Когда прибыл К Графу Дракуле Он думал, что Он просто подпишет бумаги О покупке Имения Близ Лондона И просто Побеседует с интеллигентным Человеком Но Казалось Что все не так просто Граф Дракула Ему рассказывал О своем великом Предке Дракуле Который бил Турок На их же территории Который говорил Ну, граф Дракула Рассказывал Что когда Знамена Валахов и Мадьяр Склонились Перед полумесяцем Кто Как не мой Великий Предок Сражался С османами Бил Турок На их же территории Ну, это Очень милые Персонажи Просто даже Просто даже И Интересно Где же Дракула Где же сам Дракула Он вообще-то Днем спит В ящике С землей Может быть Он сегодня Нас удостоит Своим Присутствием А может И нет Ну, и потом Граф Дракула Нашел В бумагах Своего гостя Портрет Своей жены Эльжбеты Она Перевоплотилась В невесту Джонатана Харкера Мину И Граф Понял Что Это его Жена Которую он потерял Много веков Назад И фильм Копполы Начинается С того Что Граф Уходит На войну С турками А в замке Его ожидает Прекрасная Жена Эльжбета И Она Как чувствует Что-то Просит Его Ее Не покидать Просит Его Ее Не оставлять А он Все-таки Вырывается Из ее Объятий Уходит На Сражение И В это время Пока он Сражался Коварные Турки Пустили В открытое Окно Замка Стрелу С запиской Что Граф Погиб И Эльжбета Недолго Думая Бросилась С утеса И Погибла Когда Дракула Вернулся Радостный Предвкушая Радостную Встречу С Эльжбетой Он Видит Свою Жену Бездыханной И Проклинает Бога Он Кричит За что Ты Погубил Мою Эльжбету За что Я боролся За веру Православную За твою Церковь А ты Как Отблагодарил Меня И Разрубает Мечом Крест Из-под Креста Течет Кровь Граф Впервые Спивает Крови И Становится Вампиром Так что Вампиром Можно Стать Не Обязательно Если Тебя Укусили А Вампиром Можно Стать Если Проклинал Бога Если Вел Неправедную Жизнь Самоубийцы Могли Становиться Как Здесь Говорили Стрегоями Не Было Такого Слова Вампир А Было Слово Стрегой Стрегой Это Живой Мертвец Который Встает Из Могилы Иногда И Нападает На Живых Вот Это Плащ Рыцаря Тевтонского Ордена Тевтонцы Первыми Здесь Строили Оборонительное Сооружение Вы Видите Также Герб Трансильвании Зибенбургин Земля Семи Крепостей И Старая Кладка Видна Ну и Сейчас Мы С вами Попадем Сразу На Третий Этаж По Потайному Ходу Это Самый Страшный Переход Там Настоящие Каменные Ступени Каменные Стены А Вот он Он уже Проснулся Граф Дракула Вау Граф Дракула Уже С нами Ура Так вот Граф Бросил Своего Гостя Даже Его Не Покусал Здесь Портрет Одного Из Комендантов Крепости И Отправился В Лондон Искать Мину Он Уже Кусает Наших Девочек Это Наша Девочка Наша Он Уже Кусает Наших Девочек Что-то Надо Делать С этим Играф Дракула Отправился В Лондон Чтобы найти Свою Эту Небесу Которая Реинкарнировалась Небесу Джонатана Харкера Мину Ой Какой же Он Коварный Любит Жену А Целует Других Девушек Боже Мой Это Нечестно Куда Смотрит Полиция Друзья Здесь Тоже Приготовьте Свои Аппараты В Потайном Ходе Будет Очень Интересно Всегда В таких Крепостях Были Потайные Ходы Для Защитников Крепости Каменный Мешок Потайного Хода Осторожно В конце Не ударьтесь Головой Здесь Очень Низкий Потайной Низкий Дверной Проем Ох А здесь Бал Сатаны Явно Музыкальный Салон Королевы Марии Стал С Борищем Нечистой Силы Ведьмочек Вампир Кто улыбается Возле Ведьмочки Как же Здесь Страшно Остаться Ночью В одиночестве Когда Когда Никто Черт 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 Так Он Считал Вал Сатаны Вал Сатаны Ну что Потеряла Уже Маму Ну Слава богу Вышли Немножко На белый Свет Здесь Тоже Какие-то Зайцы Что за Зайцы Летучая Мышь А Это Летучая Мышь Извините Да Здесь Верили Что Стрегои Могут Воплощаться В летучих Мышей Сов Волков Черных Собак Если Встретите Черную Собаку Значит Это Стригой Возможно Пока Друзья Передохните Дальше Еще Хуже Дальше Еще Лучше Лучше Уже Было Когда Будет Лучше Лучше Уже Было Так Что Сейчас Только Хуже Да Поднимаемся Еще На Одну Терасу На Этой Терасе Когда То Обедали Круглая Башня Ариша Безна Когда Она Была Пороховой Башней И Много Запертых Дверей Обычно Граф Спит В ящике Землей Вот За Этой Дверью Но Сейчас Он Сегодня Он Проснулся И Видела Его Вместе С нами Там Фотографировался Как Как Ни В чем Не Бывало Ну Послушай Там Что-то Слышно Вообще У него Есть Еще Три Невесты Которые В фильме Играла Моника Белучи Одна Израильская Модель И Флорина Кендрик Румынская Модель Да Потайных Ходов Запертых Дверей Тут Масса Мы Вышли Еще На Одну Террасу Откуда Открывается Вид На Дорогу Которая Вела Валахию По Этой Дороге Шли Караваны Таможня По Левой Стороне Здание Таможни Дорога Перекрывалась Каменной Стеной Часовня И Видна Вершина Башни Дон Джон Там Стояли Стражники И Наблюдали За Местностью Если Приближались Враги То Слали Гонцов Брашов За Помощью Тут Модели Свои Есть Зачем Нам Израильские Или Румынские Модели У нас Свои Модели Показывает Рука Сейчас Деревни Стригоев Всех Всех Своих Родочей Вот он Стрягой Вау Так что Находили Такое Объяснение Всем Несчастьям Которые Случались Случались Все Приписывали Нечистой Силе Друзья Сначала Идете Направо А потом Уже Налево Черные Собаки Повстречаешься С ней Берегись Возможно Это Вурдалак Как Хартлак Это Турецкое Слово Славянское Слово Упырь Вампир Это Возможно Слово Пришло С немецкого Или С сербов Ну вот Граф Дракула Еще Уже Тут Сидит Граф Дракула Он Оттуда Сюда Пришел Он Немножко Передыхает Решил Передохнуть От этих Толб Народу И Решил Посидеть В тишине Это Действительно Было Когда-то Столовое Что Будет Что Будет А Здесь Уже Вчера Смотрю По Ужинали В Полночь Здесь Уже Никого Из Живых Людей Не Осталось Все Уже Пошли Ушли Наверное В мир Иной Бой Боже мой Друзья Если К вам Прикоснулся Живой Или Мертвый Не Реагируйте Это Ходят Живые Мертвецы И Касаются Нас Не Реагируйте Пожалуйста Если Если Испугаетесь Он Будет Очень Рад И Распоясается Еще Больше Ой Боже мой Здесь Неужели Нет Нечисти Хотя Здесь Есть Обитает Призрак Влада Цепиша Заходите Пожалуйста Налево В зал Костюмов Исторических Которые Были На Актерах Снимавшихся Фильмах Румынской Киностудии Друзья Заходите Сюда Ко мне Библиотека Библиотека Да Мы говорили Что она тут Будет А Боже Это в другом Библиотека Была В Пилише Здесь Книг Не читали Так вот Это Кафтан Влада Цепиша Доспехи Которые Бегают По ночам А ты Что Присел Отдохнуть Устал Вот Это Кольчуга Миха Мирчи Старова Дедушки Влада Цепиша Друзья Не реагируйте На живых И мертвых Особенно На мертвых Когда К вам Прикоснется Этот тип Не Реагируйте По-моему Мы уже Все Тут Потерялись Кого-то Уже Потеряли Кто-то Уже Пирует С графом Дракулой Эта галерея Была Для Защитников Крепости И мы С вами Идем Сейчас К колодцу Замурованному Вперед Вперед Идти Нужно Только Вперед Я Когда Лежала В больнице Там Висел Очень Хороший Девиз Подписанный Цитата Подписанная Владом Цепишем Только Вперед Или На небеса Пути Назад Нет Только Вперед Или На небеса Пути Назад Нет Влад Цепиш Руководствовался Таким Девизом Друзья Сегодня У нас Есть Возможность Бесплатно Посетить Комнату Пыток Бесплатно Почти Что Заходите Пожалуйста Ой Осторожно Тут Высокий Порог Здесь Представлены Пыточные Инструменты Маски Стыда Кроме Физических Страданий Жертв Подвергали Страданиям Моральным Когда Надевали Эти Маски И Водили По улицам Люди Плевали На них Проскидали Камни На фотографиях Видно Вливали Воду В человека Пока Его не Раздувало Клали Вот На такие Инструменты А Следующий Инструмент Это Настоящая Дыба Которая Растягивала Жертву И С Суставных Сумок Выскакивали Ноги Руки Часто Инквизиция Пользовалась Такими Методами Это Это Шкаф Называется Нюрнбергская Дева Туда Заводили Жертву И Закрывали Эту Дверцу Эти Штыри Протыкали Тело Но Не Затрагивали Жизненно Важные Органы И Жертва Постепенно Истекала Кровью Кресло Допроса Редко Кто Несколько Часов Мог Выдержать На таком Кресле Допроса Вообще Анестезиологи Шутят Надежно Зафиксированный Пациент В наркозе Не нуждается Тоже Такие Пытки Иногда Чисто Матыши В больницах Бывают Так что Глава Испанской Инквизиции Тарквимада Казнил Восемь тысяч Человек Десятки Тысяч Были Подвергнуты Пыткам Многих Сожгли На костре Так считалось Что страданиями Душа Человека Очищается Ложно Понятый Стих Библейский Католическая Католическая Церковь Потом Приюание Павле Втором Папе Римском Принесла Покаяние За этот Период Инквизиции И даже За крестовые Походы Когда Христианство Несли Огнем И мечом Это по-моему Уже Наши Девочки Которых Укусили Они уже Видите Как себя ведут Они уже В этой Компании Ай Компании Черных Сил Чеснок Не взяли Библию Не взяли И вот Что Приключилось С людьми Уже В черных Плащах Все Хэллоуин